Всем привет и слава Украине. Передача новостей с Кавказа продолжает свою работу с вами я Гелла Васадзе и сегодня у нас традиционный кавказский взгляд с Русланом Кутаевым. Приветствую, Руслан. Очень рад видеть. Гелла, приветствую тебя, приветствую зрителей, приветствую подписчиков. Всем большой привет. Руслан, ну в общем-то эта неделя принесла нам хорошие новости. Хорошие новости в том плане, что наконец-то палата представителей и сенат тоже уже утвердили помощь Украине. А это означает, что... Прошу прощения, простужен. А это означает, что да, будет, конечно же, тяжело, но уже должно быть полегче, потому что просто без боеприпасов, без вооружений очень сложно было отбивать. Да, тут волновые эти атаки, они лезли и лезли. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? И твое мнение, очень много разговоров по поводу того, как завершится эта война, почему она не может завершиться победой Украины и так далее и тому подобное. Твое мнение, твой взгляд вообще на ситуацию, которая сложилась сегодня? Ну давай вопрос, на самом деле интересный этим вопросом задаются многие обыватели, эксперты, политологи, политики, разного рода люди, потому что действительно это очень интересно. Давай начнем чуть назад с тобой, отодвинемся назад и оттуда вам. Когда еще и в нашей с тобой передаче, когда еще вот эта трамповская бригада вот этих маговцев проводила, я не могу это назвать иначе, как диверсии, в отношении того, чтобы помощь Украине, они затягивали. Я еще тогда говорил, они не смогут отменить, хотя российские пропагандисты, зефт-патриоты, зефт-блогеры, они серьезно надеялись, полагали, что вообще помощь Украине будет отказана, потому что, скорее всего, на это были нацелены. Во-первых, этот такой заказ поступил из Кремля и, скорее всего, через Такера Калсона такая договоренность была. Это все предположения, но они достаточно обоснованы. И что Путин поддерживает Трампа вот в этих выборах, активно поддерживает, но Трамп должен сделать все, чтобы США не финансировали Украину. Я и тогда, и на нашей передаче говорил, что да, они могут задержать, приостановить, но отменить не смогут. Исходил я из того, что Америка, Соединенные Штаты Америки, это страна, где есть сложившиеся традиции, есть институты политические, есть элиты, есть элиты, бизнес-элиты, какие-то там политические элиты, очень серьезные, очень сильные общественные институты. И вот это все сломить при всем том, что у Трампа, он достаточно харизматичный человек, он такого бандитского склада, который так без разбору ломает все и вся на своем пути, но преодолеть вот эти все заслоны институтов, политических институтов, разной направленности, он все равно, я был убежден, не пройдет, но так и произошло. Он затянул, но он ничего не смог сделать. И помощь, как ты правильно сказал, и Конгресс, и Сенат утвердил, и Байден говорил, что в ту же секунду он сразу подпишет, то есть помощь в Украине уже фактически выделена, 60 или около 61 миллиарда долларов. Теперь нам стало понятно через разные сбросы военных Соединенных Штатов Америки, тысячи, понимаешь, вот когда мы нашим зрителям даем такую информацию, что все атакам, которые были выделены в Украине, было всего лишь 40 штук, а теперь вот в связи с новым финансированием уже на пути к Украине, а по утверждению некоторых экспертов, уже в Украину начали поступать больше тысячи вот этих дальнего действия ракеты «Атакамс». А здесь и не факт, что только до 300 метров, сейчас разговор идет и до 500 километров вот этих ракет. Они наносят сокрушительное поражение по глубоким тылам. И здесь очень важно, Америка, если она раньше запрещала применять свое наступательное оружие за пределы украинской границы, вот эти ограничения по инициативе Британии, которая категорически настаивала на это, Америка тоже вот эти свои ограничения сняла. Теперь что получается? Огромнейшие след за другом и параллельно будут поступать и боеприпасы, и вооружение, и ракеты дальнего действия, близкого поражения. Вот это все начнет поступать в Украину и уже начало поступать. Теперь смотри, Россия, она достаточно последовательна, и это было очевидно, они этого и не стеснялись, и не скрывали. Этим летом они планировали, что они должны пробить оборону Украины, и они, аппетиты были понятны, Харьков возьмем, Одесса, Николаев, они не были сняты с повестки дня, по крайней мере, такие намерения были. Но в самом худшем случае административные границы Луганской, Запорожской, Херсонской области и Донецкой области, они должны были в этих пределах, которые Россия в одностороннем порядке присвоила эти территории как часть российского государства, они планировали занять вот эти территории. Сейчас ситуация резко изменилась. Мы знаем с тобой, собственно говоря, и все знают, при том малом количестве боеприпасов, оружия, исключительно, это очень важно, исключительно беспилотники заменяли вот именно вот эти кассетные снаряды, боеприпасы, которые раньше украинской армии пользовались, они восполнили украинцы каким-то образом, вот именно количеством беспилотников они сдерживали наступление России. Сейчас нету в этом никакого сомнения, вот это наступление будет категорически, я считаю и настаиваю, что российская заклепнется, и они здесь ничего не сделают, больше того убежден, Украина начнет, ну так скажем, тактически, ситуативно, она может менять картину, что может перерести в какие-то тактические успехи Украины. И поэтому я последующий рисунок хотел бы построить в три этапа. Первый этап. В Украине в связи с тем, что будет поступать очень много оружия и боеприпасов, остановить наступление Российской Федерации. Это первый этап. Это может длиться, ну давай возьмем лето. Вот за лето фактически полностью по всем направлениям российское наступление потеряет перспективу свою, они потеряют и бронетехнику, и технику, и людей, и авиацию. И фактически вот это, скажем, намеченное мероприятие, оно будет полностью сведено на ней. Осенью Украина начнет готовиться. Это, я тебе скажу, самый пессимистичный подход. Это в самом худшем случае. А здесь в лучшем случае я тоже скажу, что может произойти. Так вот осенью Украина, она начнет наращивать свои вооруженные силы. Она будет разной, вот эти группировки каким-то образом рассредотачивать. И весной 2025 года Украина может перейти в полномасштабное наступление по всем направлениям. Я думаю, независимо, это будет или этой осенью, а здесь это тоже исключено, мы сейчас к этому тоже, я вернусь. Первым делом, вот некоторые полагают, и правильно полагают, что первым делом, естественно, будет взять Крым. Но я полагаю, я думаю, что Украина может пойти на такой шаг, особенно после того, как сейчас вот фактически мобилизация в Украине началась, а здесь они могут вот эти два мероприятия провести параллельно. Первый, Крым, это прежде всего будет взять Крым. А каким образом? Мост крымский будет раздербанен, оттуда поступление любой помощи, доставка, то есть фактически инфраструктура, логистика будет разрушена. И тогда, это считаю, ну я не знаю, но 50% точно всех поступлений было через Крымский мост. И теперь, а мы знаем, что из Ростовской области по побережью Азовского моря туда, в Крым, сейчас строится железная дорога, не думая, что эта дорога успеет успешно заработать, и по ней они смогут начать делать какие-то логистические применения этой дороги. В то же время, это очень интересно, вот эти походы русского добровольческого корпуса, кавказских отрядов, которые служат вооружённые силы Украины, когда они заходили в Курскую, Белгородскую области, это всего лишь была такая разведывательная работа. А вот теперь представь себе, параллельно с тем, что будут брать Крым, 4-5 тысячи людей, гражданство, которое имеет российское, там исчисляется десятки тысяч, это без преувеличения, ну кавказцев, по крайней мере, грузин, азербайджанцев, отчасти и армян. И вот эти люди, 4-5 тысячи входят, заходят по тем местам, где они уже пробили себе дороги в Белгородскую, Курскую область, и фактически армия, которая находится в соприкосновении с украинской армией на фронтат, она может очутиться в кольце. И тогда русской армии с боями надо будет пробиваться в Белгородской области, и они пойдут на Москву, без сомнения. Вот это потерпевшее поражение русской армии, она прежде всего, мародерствуя на своем пути, грабежи устраивает, они двинутся на Москву. Это был самый такой пессимистичный прогноз мой. То есть результаты всего этого, августе, в сентябре, зафиксируем вот мой прогноз, августе, сентябре 2025 года, потерпевшее поражение русской армии, она будет пробиваться в Россию, и она, ну, естественно, будет вот эти все мародерства двинуться на Москву. Но мне могут сказать, что до сентября следующего года ничего не произойдет. В правной степени я допускаю, что вот этот перехват инициативы Украины, вот это новое оружие, оно может способствовать тому, что прорыв фронта, прорыв фронта, вот если серьезный будет прорыв, ну, мы помним, Купянское направление, там же десятки километров, там 50-60 километров территории украинцы в течение нескольких дней заняли. Так вот, если будет серьезный прорыв, имеется в виду в Донецком, Донбассском направлении, здесь я не имею в виду Украин, в этом случае российской армии, генералитет, политическое руководство, они будут деморализованы, и они не смогут выстроить. Так вот, вот это контрнаступление, когда российское наступление будет активным, приостановлено, и перейти, если сумеют украинцы, контрнаступление, этой осенью уже Россия может потерпеть поражение. Почему я говорю 2025 год? Вот давай посмотрим официальные цифры. 2024 год, это год, когда политическое руководство, власти России, бюджет России, а не столько денег еще не было в бюджете, такого насыщенного присутствия денег, именно с точки зрения силовой структуры и вооружений. В 2025 году этих денег нет, деньги уменьшаются, понятно, и экономика проседает. То есть Путин сделал ставку на 2024 год. Этот год должен был принести серьезнейший успех России. Серьезнейший успех. И поэтому вот эти ставки, они были очень велики, и расчеты были тоже. И они, конечно, но еще раз говорю, на Трампа очень серьезно надеялись, и надеялись, что финансирования не будет. Но произошло то, что произошло, и не забудь здесь, я хочу буквально двумя предложениями подчеркнуть, все эти действия приводили к тому, что если все это время, с момента прихода Путина власти, ФСБ возглавляло, не просто курировало и контролировало, она курировало и медицину, и здравоохранение, и идеологию, хотя идеологии нету у сегодняшней российской власти, русский мир, и вот эта фашистская, националистическая идеология, она не выстроенная какая-то идеологическая, скажем, конструкция, которая могла бы объединять российские народы. Она как раз вызывает внутренние противоречия. Так вот, ФСБ с момента начала войны потеряла свои позиции. ФСБ обвинили, и правильно обвинили, что они фактически обманули руководство, политическое руководство, что Украина ждет, пойдет, их приветствует, хлеб, соль и так далее. Здесь был провал ФСБ. И теперь весь авторитет перешел к Министерству обороны. Я этот трешок говорю к тому, что арестован заместитель министра обороны. Здесь сейчас, очевидно, вот это дыхание и поражение они уже чувствуют. Это сейчас игры ФСБ, они подставляют, когда идет война, чтобы арестовать заместителя министра, не важно, по строительству, не важно, здесь не суть важна. Ты правильно говоришь, это логистика прежде всего. И поэтому, если его арестовывают, значит, вот это противоречие, внутренняя ненависть, силовую структуру ФСБ и Министерства обороны, где-то там посередке болтается Росгвардия и МВД, оно сейчас доходит до предела. Почему? Потому что они понимают и осознают, поражение не за горами. И вот сейчас, вот это внутри самой России тоже чувствуется. Я бы вот так поверхностно, ну, очень... Это не поверхностно, извините меня, какой уж так поверхностно. Характеризовал бы ситуацию. Понимаю, в чем дело. Вот все эти... До 24-го года мы слышали один и тот же тезис. Если не будет помощи США, Украина погибнет, Украина падет. И так далее, добродукт. Больше четырех месяцев не было помощи США. Шесть месяцев. С октября месяца. Шесть месяцев не было. Ничего не поступало. Тем не менее, вот просто если посмотреть на карту, где они продвинулись, я с Федоровым показывал этот фильм, к сожалению, я его стер. Значит, если смотреть на общую линию фронта, не видно вообще, что они продвинулись. Правильно. То есть, шесть месяцев, за шесть месяцев они ничего не смогли сделать. Несмотря на то, что у Украины было колоссальный дефицит боеприпасов, им было очень тяжело. И еще один такой мем есть, что Россия сумела организовать экономику военного времени. Они очень эффективно работают, закупают вооружение. Тут Китай, тут Корея, тут Иран. Им все помогают, и поэтому сейчас с ними будет справиться очень сложно. Что бы ты сказал на это? Это пропагандистский трюк. Ничего эффективного нет. Они не смогли обеспечить не только новыми технологиями в производстве боеприпасов, оружия. Я не говорю вообще о новейшей оружии. Вот то, что было поставлено в 90-е годы, в начале 2000-х годов, они не могут даже это обеспечить, потому что вот эти разного рода причиндалы в форме каких-то вот этих чипов и прочее, отсутствие это, они не могут полноправно, полнокровно создать или запустить конвейеры. Да, они очень примитивные, ведь иногда же мы же видим, вот представь себе, сидит тетя за столом и вот эти патроны, они вот глазомером туда порох засыпают и вот эту пулю туда оставляют и руками они собирают пули, сидят. Это же где это видно? Когда я еще работал в производстве, но не важно, в производстве промышленности строительных материалов и главный инженер и директор завода и комбината, мы тогда уже осваивали полуавтоматы, а здесь ручная работа, передвижные столики, какие-то там пожилые тетки сидят, патроны собирают, тряпкой протирают. Никакого прорыва нету. Россия, она застряла в 20 веке, никаких продвижений нету. Это тоже один из вариантов пропаганды, что Россия сейчас мощно заработала военная машина, то есть военно-промышленное активное развитие, что приведет к тому, что Украина потерпит поражение, нету вот этой машины. Не могут они восполнить ни танки, ни пушки, они не могут стволы заменить, потому что там, как говорят, утверждают специалисты, стволы из особого сплава, вот этот особый сплав, чтобы из него делать продукцию, у них нету станков, где они могли бы их обрабатывать. То есть я, ты знаешь, я тебе честно скажу, я просто, я поражаюсь, я удивляюсь, как они Путине, вот эта вся шайка, будучи дебилотами, должны были знать, что вот современная техника, технологии, они в развитии, их, они палец о палец не ударили, они полностью запустили эту страну, и Путин, вот некоторые мои друзья, которые, Путин по договоренности с Америкой, сливают Россию, это делает, это сказка, которую я никогда не воспринимаю, потому что я знаю настроение Америки, Америка не только, никогда не хотела развалить Россию, Америкой сегодняшний день настаивать и делать все, чтобы Россия осталась неизменна, потому что настроение и позиция Америки понятны, но эта банда, она настолько тупая, что они просто воровали, и они вообще не оглядывались, что делать, как делать, как эту страну, а знаешь почему? Потому что люди, которые возглавляли эту страну, все поголовно, это люди, которые не рассчитывали, они не имеют никакого отношения к россиянам, к русским, это люди какого-то инопланетного происхождения, которые планировали жить где-то, я уверяю, ты понимаешь, образно говорю, на Марсе, на Луне там, и они не собирались дальше жить, они все, что оттуда можно высосать, выкачать, и потом свои миллиарды тратить на сопредельных территориях, где-нибудь во Франции, в Калифорнии, в Лондоне, в Израиле и так далее, то есть, вот они до такой степени запустили эту страну, что сегодня и танки, и бронетехника, и снаряды собираются на тех технологиях, которые они унаследовали от Советского Союза, и поэтому еще раз, извини, пожалуйста, что я так развернуто об этом всем говорю, очень важно об этом говорить, потому что я еще раз хочу сказать, я просто хочу сказать одну вещь, многие наши зрители свято верят в то, что США и Россия договорняк, что Россию специально втянули в эту войну, что сейчас делают все, чтобы Украину разорить, и чтобы Украина никогда не победила, вот это вообще сейчас делают, сейчас обязательно заставят Украину подписать мир, и почему они верят? Потому что об этом вещают очень многие люди, которые вроде бы как за Украину, понимаешь, и мы об этом тоже еще поговорим, понимаешь? Пятая колонна работает и в самой Украине, они внушают украинцам, что никогда мы не победим, то есть украинцы не победят, что никогда не победят именно те силы, которые стоят на стороне правды, на стороне праведности, это очень серьезная работа, серьезная работа внутри самой Украины, Европы, Соединенных Штатов Америки, это часть работы пропаганды, столько же, я не скажу, я образно говорю, столько же денег, сколько на фронт, на приобретение боеприпасов и оружия они тратят на подкуп журналистов, экспертов, политологов, политиков, общественных деятелей и в Европе, и США, и в самой Украине. Россия сейчас огромнейшие средства и ресурсы уложила, чтобы внушить. Вообще, что такое Россия сегодняшняя? Это фейк, понимаешь, это пузырь, который надули, и просто, когда реально вот этот шарик поверили в думает, что на этом шарике можно еще и покататься. Нет, это просто миф, этот миф разваливается на глаза. И они восполняют видимость, это делают исключительно из-за мясных вот этих наступлений, вот эти мясные атаки, которых людей, единственное, что им не жалко, это люди. Теперь они вдруг поняли, если они даже задерживаются во власти, что людей-то нету, и ты можешь себе представить, они на фертильность решили программу новую ввели, проверять молодых людей, студентам чуть ли там не хотят достать спаривание, чтобы они родили детей, нужны новые солдаты, нужны новые люди, жертвы, которые шли бы на Польшу, на Германию, на Украину, ну и так далее, на Кавказ и так далее. И поэтому здесь вот этот величайший обман 21 века, когда Путин грозил и к великому сожалению на это поводились и Европа, и Америка, они долгое время пугались, они думали, что это действительно так и будет. Я устал со всех трибун всегда кричать и говорить, что Путин это трус, что российская армия себя ничего не представляет, ничего не представляет, кроме жестокости, вот просто безграничной жестокости, когда они побеждают в отношении кого они оккупировали, в отношении кого они вели свои войска на их территории, вот беззащитных людей они просто без ограничения жесточайшим образом убивают, насилуют, вот это и есть их сущность и конечно очень многие боятся их жестокости, безграничной жестокости, но их можно останавливать, Украина это показала, чеченцы им показали первую войну, что у них их можно победить, украинцы сегодня показывают и правильно здесь сказал, американцы остановили, если ты хочешь знать правду, я рад, что американцы вот эту паузу сделали, знаешь почему, потому что Европа прозябала, они так думают, Украина с Америкой такой союз есть, мы так тихо там отсидимся, Америка будет финансировать и мы так, нет, теперь Европа проснулась, Европа вдруг осознала и поняла, Америка может в любое время вот этот выкинуть вот этот трюк и прекратить и тогда Европа останется один на один из врагов и сегодня и Франция и Германия и другие европейские страны активно начали бюджет свой именно в таком развитии военно-промышленного комплекса и это на пользу для Европы они сейчас будут свои и новыми технологиями оснашать и заработают заводы по производству оружия орудия и боеприпасов это тоже дополнительная помощь которую нельзя было ровно полгода ну год назад ожидать от Европы теперь спустя год точно совершенно точно мы можем сказать Европа сможет огромными объемами поставлять и оружием и боеприпасами и технологиями это тоже является плюс потому что Россия как империя она себе позиционирует она никак не может успокоиться ведь Россия она не просто в пределах Советского Союза Россия и Путин они же упоминали и Польшу как часть когда-то русской империи и Финляндии и вот вот эти аппетиты они по мере того как победа была бы на их стороне они бы и границы расширяли бы далеко идутшие были планы теперь вот это все я думаю станется только вот таким жалким намерением которое не имеет за собой политической военной и идеологической перспективы для того чтобы реализовать вот эти придуманные Кремлем и Путином и его окружением цели слушай еще один момент на который российская пропаганда обращает всегда внимание они говорят о том что да ну типа того до конца года у них оружие будет но у них нет людей ты бывал в Украине даже придумали термин парагвайский сценарий ну война 1864 1870 года в Парагвае было убито 90% мужчин то же самое будет с Украиной парагвайский сценарий ММ который очень скажем так упорно внедряется российской пропаганде что Украина потеряет поражение не потому что не будет оружия а потому что нет людей которые готовы воевать я им вообще-то порекомендовал бы пусть их пятая колонна просто так погуляет по городам Украины и снимут Одессу ту же на которую они глаз давно положили я за Киев не говорю пусть они поснимают и посмотрят сколько там мужчин и молодых и зрелых и достаточно солидных серьезных которые могут сегодня взять оружие и ступить скажем на фронт ведь украинская сторона ну пусть от 30 миллионов которые русские дают цифру хотя я уверен что 35-40 миллионов сегодня в Украине все равно население есть но если даже 1 миллион людей задействованы на фронте то тогда это тоже мизерная цифра давай теперь обратно проведем параллель с Чеченской республикой и с чеченским народом мы я хочу напомнить зрителям чеченцы и здесь в этом отношении уникальные чеченцы никогда никого не призывают не то что насильно никого-то не забирают они вообще никого не призывают у чеченцев есть такой тезис тот кто хочет воевать за свою родину он воюет и вот вот этот процент который воевали от миллионного народа действительно сейчас у нас очень серьезная популяция очень серьезная мы где-то внутри чеченцы поняли что нас убивают и мы можем стать нас очень мало и вот семьи молодые люди очень много и сейчас 2 миллиона как минимум понимаешь вот за эти 30 лет эта цифра очень серьезно подскочила а почему от миллионного населения 300 тысяч убитых третья часть у нас мы получили только убитыми людьми и поэтому к чему я говорю вот это и параллель вот Украина какие масштабы Украина может 5 миллионов человек поставить почти 5 миллионов и поэтому вот этот парагвайский синдром или там вот этот даже пусть и параллель не проводит самое важное самое главное в Украине не потеряли надежду на победу в Украине стержень сопротивления стержень ненависти к России она настолько велика что украинцы ни при каких условиях если даже вдруг Зеленский с Ермаком захотели бы сдать Украину России их моментально смели бы Украина этого не хочет Украина презирает всеми фибрами своей души вот этот русский мир и идеологию русского мира и здесь я хочу дело с тобой поделиться очень интересными мыслями вот открытие которое я для себя сделал это нонсенс который никогда русские власти не ожидали вот я когда уезжал из Украины я поехал на машине где-то на границе с Венгрией так получилось у нас тормоза на машине там проблемы появились прямо на границе и мы пошли нашли техстанцию совсем рядом меняли и все это были венгрии венгрии они нам ну так заказали колодки пришлось сутки подождать и за это время я как человек достаточно любознательный начал проводить свои исследования и в гостинице и на техстанции и везде они вообще там вот на этой западной части где Гуцулы проживают они вообще не представляют что вообще есть война при всем этом большое количество людей венгров по национальности по своему собственному хотению по своему собственному уразумению пошли добровольцами сражаться на войну в Украине это первое и второе при всем этом там эту войну совсем мало чувствуют теперь послушай контрольное слово которое я хочу адресовать Москва Кремль ФСБ фактически против российских войск воюют харьковчане херсонщина русские которые они думали что их встретить с хлебом и солью именно те люди которых они называли русскими русскоговорящими в подавляющем своем большинстве воюют против России именно они именно они прежде всего говорят что никогда ни при каких условиях они не согласятся на договор или отдать территорию России вот что сделал Путин он переломил вот это внутреннее состояние вот мозг дума вот это внутреннее у русских людей у русскоговорящих людей Украины она полностью сломлена против России и сражаются больше всего они и воюют прежде всего больше всего они и поэтому Россия потерпела поражение уважаемые зрители хочу вам сообщить я в первый день когда Россия вторглась тогда заявил Россия потерпела поражение и сейчас заявляю 2025 год август сентябрь это те дни когда уже окончательно будет это самый худший сценарий может быть даже в этом году но до 2025 году август и сентября российские фронтальные позиционные разного рода бригады полки они потерпят поражение и они будут отступать вот это и есть итог на чем это строй я чуть раньше говорил поступило оружие а дальше уже будет выстроено сейчас не будет логистика будет разрушаться и в Москве логистика будет разрушаться и в Ростове и в Воронеже то есть теперь на переправе где-то нападать на вот эти колонны с дизельным топливом или же с полипасами не надо сейчас их будут разрушать и взрывать именно там где они производят это и нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы и заводы по производству снарядов пороха для этого сейчас Украина получит оружие России оформит свое поражение и это будет уже не за горами Вопрос к тебе как к специалисту по старой опытному специалисту по старой по НПЗ насколько эффективны вот эти удары по НПЗ Украины которые наносится сейчас Очень эффективны я ты знаешь анализировал мне это было интересно вот где я думаю интересно куда они бьют вот казалось бы там такой огонь пламя похоронилище нефтепродуктов или же скажем нефти нет они бьют именно где идет переработка крекингу где производится непосредственно украинские удары наносятся именно в сердце где производится переработка нефти нефти и производство нефтепродуктов потому что это и есть долгосрочная долгосрочный вывод этого предприятия этого перерабатывающего завода на долгие месяцы если не на годы почему потому что новые технологии которые производятся в Германии как я считал в Голландии то есть вот эти технологии сейчас невозможно получить то есть Украина и здесь продумано украинские спецслужбы работают они не бьют по нефтехранилищу они не бьют по топливохранилищам они бьют по производству где происходит непосредственно производственный процесс они разрушают вот это и это очень правильное решение ну да сырую нефть в танк не зальешь и в машину тоже сырую нефть залить можно но приятно поедет если залить сырую ну далеко не поедет да в любом случае если вообще поедет ну и наконец фактор Китая знаешь что я вот буквально вчера слушал передачу одного известного очень к сожалению украинского он и блогер он лидер общественного мнения он сказал такую вещь что Украина может победить если американцы пришлют одну треть своей армии сюда а Россия может победить если китайцы пришлют одну треть армии тоже воевать мол так как а если американцы и китайцы вместе пришлют по одной треть своей армии то опять будет Рубилова и ничего не будет ну типа того он говорит о том что что бы то ни было все равно осенью вот до этого нам говорили что будет мирный договор обязательно заставят Украину защитить мирный договор нас тогда говорили вот осенью вот весной вот осенью вот весной и вот сейчас опять но сейчас говорят вот до осени а вот осенью уже когда ничего не будет тогда заставят Украину подписать мирный договор потому что ну без перспективно все это и так далее и тому подобное Хоть он уже говорил в парагмальском сценарии, ну что мне скрывать, у Романенко я об этом говорил Аристович. Ну, Аристович, это... Ну, честное слово, вот когда я все это слышал, то есть ну, типа того, он конечно же, он говорит, что он за Украину. Он конечно же за. Но объективно, объективно, ну, невозможно, невозможно победить, потому что Россия такая мощная, Россия такая сильная, у нее такой ресурс и так далее и тому подобное. Все-таки вот я попросил бы тебя прокомментировать, я сказал уже про парагмальский сценарий, тоже его слова. Просил бы прокомментировать это, ну и китайский фактор, конечно же. Насколько он серьезный. Это пустые слова, Китай, даже теоретически Китай, это важно. Россия, когда в лучшие времена их отношения кричали пропагандисты, что Китай и Россия являются стратегическими союзниками, Китай планомерно, настойчиво и последовательно говорила, что мы не являемся союзниками, мы являемся партнерами. Это первое. Китай каждый раз обозначенно говорил, что Китай не собирается. Партнерство, да, партнерство ради того, чтобы получить какие-то выгоды, они действительно получают от России, но впрягаться за Россию Китай не будет. И скажу почему. Китай не провоцирует, чтобы Россия проиграла, но в равной степени единственная страна, которая больше всего получит, но не то, что прибыли, а развал России больше всего кому даст какие-то преимущества или преференции, это Китай. Если Россия развалится, Китай палец об палец не ударит для того, чтобы развалить Россию. И она всегда будет, Китай будет, он будет, Китай делать все для того, чтобы показать вроде бы за Россию, но реально нарушая какие-то нормы своего взаимодействия с Соединенными Штатами Америки и Европой они ничего делать не будут. И поэтому не надо даже теоретически говорить о том, что Китай мог бы впрячься за Россию. Это первое. Второе. Украине нет надобности и необходимости получить армию Соединенных Штатов Америки. При всем этом Франция уже заявила, это все проговорили, и Франция фактически проверила, а если они ведут свою армию в Украину, то могло бы быть. И они увидели, что ничего не может быть и ничего не произойдет. Нет никаких красных линий, нет то, что там Россия что-то сделает, ничего не сделает Россия. Россия будет только пугать, только одни понты и только вот эти известные там они будут пугать, но дальше этого не пойдут. Почему не пойдут? потому что они знают, надо за это будет отвечать. Вот они сейчас специалисты по атомному оружию говорят, там они фон проверяют, какие-то есть возможности проверки, хотя и руководитель Беларуси Лукашенко и Россия делает пробросы, что вот атомное оружие, тактическое атомное оружие уже доставлено в Беларусь все свидетельствует о том, как свидетельствуют эксперты, что этого оружия нету. Теперь смотри, и кто за язык тянул это говорит, теперь Польша заявила, мы хотим, чтобы на нашей территории разместили именно тактическое ядерное оружие. Здесь они просто на понтах, просто чтобы кого-то там дразнить, об этом заявили, а в Польше реально доставят и разместят тактическое атомное оружие. Вот таким образом она и в Советском Союзе, и в бытность Советского Союза, когда Крушов кричал, что у нас ядерные боеголовки потом уже спустя много лет после развала Советского Союза, когда он говорил, у нас сотни боеголовок, у них оказывается там пару боеголовок и было. Американцы поверили в этом или не поверили, но имея на это основание, они 10-100 раз больше этих боеголовок разместили и на подводной атомной лодке и так далее. То есть вот это все приводит потом для ухудшения ситуации в самой России. И как бы там Арестович и пропагандисты не впрягались, они, конечно, вот почему они это делают? Вот они посыл посылают Америке, Европе, все равно как бы ваши деньги идут в пустую, они тратятся в пустую, в любом случае все останется как останется, надо договориться. Вот это они подсознание не хотят, чтобы это услышали. Ничего подобного. Алистот еще какую-то песню запоет, когда Украина реально перейдет в наступление. Перелом будет тогда, когда наступление России. Ты здесь правильно чуть раньше говорил. Ситуативные только изменения Россия смогла сделать за все эти месяцы, когда Украина не имела фактически никакого оружия. Они что только не решали. Вот эти обращения к народу, украинскому народу, которые собирали деньги для беспилотников, и именно через беспилотников они восполняли отсутствие снарядов и к Хаймарсам, и к артиллерии. Они восполняли за счет того, что вот этот беспилотник сбрасывает какой-то снаряд или гранату. Вот за счет этого они... А вот теперь представь себе кассетные боеприпасы. Я же видел, как российские и русские солдаты рассказывают, когда начинают прилетать кассетные боеприпасы. Это же ад. А вот теперь представь, гектарами они начнут сейчас с позиции России этими боеприпасами накрывать. Что получится? Какое наступление? О чем разговор? Они свои позиции оставят и будут отступать. Это мы совершенно будем очевидными свидетелями к осени. Вот эта наступательная, подготовленная, достаточно серьезная экспедиция российской армии, она будет полностью разрушена. А дальше повторяться я не хочу, я об этом уже говорил. То есть это часть пропаганды, они сейчас пытаются внушить, подбить и американских, и европейских, чтобы они надавили на Украину, чтобы попытаться посадить Украину за стол переговоров. Они пытаются спасти Россию. Но я очень надеюсь, что Россия спасется тогда, когда последний солдат, колонна, будет хвост его где-то в Белгороде и за Белгородом бегущим в сторону Москвы. И очень важный вопрос, как это все по твоей информации воспринимается сегодня на Кавказе? Речь не на Северном Кавказе, потому что на Южном Кавказе у нас тут своя песочница, и у нас тут как бы ты понимаешь, в чем дело? На самом-то деле, вот я могу судить по нашему телевидению. Наше телевидение, причем не важно какой канал, оппозиционный или правительственный, берут просто кадры, украинских телеканалов докладывают туда звук их перевод и показывают. Это уже хорошо, это уже неплохо. Хотя, на формуле постоянно и Вахтанка по НАТО выступает, который у нас тоже бывает передача, генерал-майор дважды возглавлял грузинский генштаб и был постом Грузии в НАТО. И другие военные, Лаши забрисошили просто блестящий военный эксперт. Но это все здесь, скажем так. Там все такие юридикции России, настроение людей. Если я тебе скажу одним предложением, когда американский конгресс принял решение финансировать Украину и Сенат подписал, на Северном Кавказе был праздник. отовсюду нет такого народа, представителей которого не были в составе Ассамблеи народов Кавказа. И каждый отмечался через телеграмм, и через разные социальные сети связывались и присылали знаки приветствия, что мы победим. Это настроение определяет Северного Кавказа, народов Северного Кавказа. Я не говорю за оккупационные власти, за ставленников Кремля. У них особая своя история, особые настроения. В подавляющем своем большинстве народы Северного Кавказа ждут победы Украины. Многие из них не просто ждут, они рвутся в бой, они хотят на стороне Украины. Вчера только, вчера у меня вечером был разговор, я осознанно не буду говорить, какой национальности эти люди принадлежат. Они у меня спрашивали, каким образом мы могли бы попасть в Украину, чтобы воевать на стороне Украины. Ну, я им объяснил, что я, как человек, абсолютно не имеющий, ну, скажем, отношения к воюющим людям, я ничего сказать не могу, ну, разные есть, наверное, контактные телефоны, если вы там поищите, вы найдете и наверняка с вами свяжутся. И поэтому я им даже рекомендовать не смог, но сам факт того, что это достаточно небольшой народ на Северном Кавказе, вот они хотят, мы хотим, вот такой был разговор, мы хотим, чтобы именем нашего народа был, как минимум, батальон, который сражался бы в Украине, на стороне Украины против России. Вот эти настроения есть. Я говорю, а для чего это вам нужно? Он говорит, я хотим, ну, человек, который со мной говорил, говорит, мы хотим создать некий центр, куда бы представители нашего народа смотрели бы, они знали бы, что мы хотим, куда мы движемся, что мы есть и что мы будем определять настроение этого народа у себя на родине. Вот такие настроения, они есть в подавляющем большинстве на всем Северном Кавказе. Только у каждого народа это по-своему. Вот представители этого народа они не были обозначены в Украине. Не были. Видишь, они теперь считают, что это большой пробел у них, это большая ошибка, что они где-то внутри болеют за Украину, что они не воюют на стороне Украины. И вот они сейчас пытаются вот это все восполнить, и они ищут пути, дороги. Ну, я думаю, они найдут. Они найдут, потому что тот, кто ищет, всегда найдет такую поговорку или пословицу мы помним. И поэтому еще раз говорю, настроение на Северном Кавказе исключительно с пониманием относится, что нужна победа, и с пониманием относится к тому, что победа Украины это победа Кавказа, Большого Кавказа, и Северного, и Южного. Какие бы там настроения не были бы в Армении, в Азербайджане и в Грузии, победа Украины это победа всех Кавказцев? Несомненно, потому что у меня спрашивали, а почему вот обязательно Россия, как империя, должна прекратить свое существование? Просто потому, что пока существует это образование, угроза существованию всех ее соседей существует. Все соседи находятся под угрозой. И те, которые внутри, пока России находятся существования, там у них уже угроза существования как народа. А те, которые снаружи уже сейчас, у которых независимое государство по потере независимости как минимум. И это факт. Это факт, я думаю, с которым никто не поспорит. Поэтому, вот когда ты сказал, когда вот эти все терпящие поражения российские войска пойдут на Москву, я не думаю, что то, что называют национальными окраинами, вот это же надо так, предусловно, национальные окраины России. То есть, что-то такое, да? Я не думаю, что националам надо идти на Москву. Нет, просто нужно строить свои государства. Свои. Они придут к себе домой, без сомнения, они проходят эту практику, они нарабатывают опыт. Чеченцам в этом отношении попроще, потому что чеченцы всегда воевали, особенно последние две войны, от младой до стар, так или иначе были вовлечены в войну, они с оружием на ты, и вот здесь, а вот другие народы, которые, ну, так скажем, в спячки пребывали, и где-то считали, что это все мимо них пройдет, вот им теперь действительно надо сейчас встряхнуть вот этот, скажем, пыль, которая давно на них лежит, они должны встряхнуть в себя вот это все, если они хотят находиться в стадии, ну, не в стадии даже, а в положении народа, уважающего себя, как народ, позиционирующий себя, как нечто, скажем, политическое сознание и, собственно говоря, люди, которые хотят защитить и культуру свою, и свои нравы, обычаи, религию свою, за это надо бороться, за это надо бороться, это редко, когда кому-то это дарилось, как правило, оно сладкое бывает, когда ты сам забираешь свое, вот эта сладость победы они должны испытать, им придется обязательно через это пройти. Ну да, история, прошу прощения, история не терпится, спасибо большое, история не терпится складывать на наклонение, и вы знаете, что позволю себе сегодня оставаться оптимистом, потому что мы оставались оптимистами в самый тяжелый период, когда действительно было неясно, придет помощь, не придет помощь, когда она придет, эта помощь и так далее. А теперь мы знаем точное мечты, теперь мы знаем, что это не значит, что война завтра закончится, это не значит, что не будет тяжело, это не значит, что не будет тяжело, будут, к сожалению, будут. Но по-другому история не пишется, и это тоже факт. Большое спасибо, Руслан, большое спасибо за очень интересную беседу, большое спасибо за твой глубокий анализ по фактам, и в то же самое время за твою веру в победу, добра, над злоба. Дело все благ, я желаю всего самого хорошего всем, всем людям. И это не просто лозунг, потому что вчера у нас была встреча, я в Европе нахожусь, скоро уеду в Турцию, и там на встрече люди устали от того, что вот это насилие, оно затянулось. Вот почему мы с тобой здесь только что сказали, ведь мы не имеем ничего против русского человека, но мы не имеем против мышления русского мира, против идеологии, фашистов, националистической идеологии русского мира, потому что до тех пор, пока эти люди будут пребывать вот в этом состоянии, носителями этой идеологии, они агрессивны, они опасны, они всегда вломятся в твой дом. Да, они всегда вломятся в твой дом, и невозможно, и невозможно просто так созидательно проживать рядом с этим государством. И поэтому и каждый раз мы будем говорить, как говорил известный римский деятель, Карфаген обязательно должен быть разрушен, обязательно. И это единственное условие, что соседствующие народы могут жить хотя бы какое-то время, но безмятежно и строить свой цивилизованный мирный дом. Мы всего лишь хотим своего, свое пребывание находиться в мире и в созидании. Спасибо Гелам, спасибо нашим зрителям, всех благ и до новых встреч. Спасибо, Руслан. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова